Снова здорово, друзья! С вами Фрикстер, и это игра Mortal Shell. В прошлом эпизоде добили здесь босса, который казался очень-очень простым. Теперь осталось отнести вот эту вот железу назад домой. Ну, а-а-а-а, я поворачиваю и начинает лаг... Я не знаю, это, скорее всего, недоработка оптимизации этой локации, потому что только здесь такое наблюдается. Вот как только я выйду, начнется все нормально, то есть все нормально будет. Так, сейчас мы просто бежим отсюда, вот, потому что в прошлом эпизоде мы довольно-таки много изучили на этой локации, так что смысла особо здесь задерживаться нет. Вот, поэтому просто-напросто отправляемся назад. Так, здесь еще вот эти вот парни, которые плюются огнем. Так, по-моему, нам вот сюда... А, и застрял. Да, это как раз тот самый шорткат, который я открывал. Да, что такое, прям передо мной заспаунился, серьезно? Это их способность такая? Спауниться прям перед врагом. Да, чтоб тебя! Просто тут приходится кувыркаться, а не бежать. Потому что не дают нормально пройти. Кстати, можно будет сейчас улучшить булаву, посмотреть на ее способности. Также, в принципе, до конца нужно добить... Так, я хочу грибочек поднять. Грибочки сейчас на вес золота в какой-то степени. Так, из локации мы выбрались, теперь осталось еще дойти до дома. Вот. Давайте сохранимся. Сейчас просто как раз здесь хотел бы с булавой поработать. Ну, в плане улучшить ее. Потому что мы как раз нашли в прошлом эпизоде 2 все вот эти штуки. Вот. Кислоту я буду тратить пока только на обычный меч. Классический, стартовый. Решимость. Это у нас вот как раз умение первое оружие. Нам объясняют, что... Вот. Эти кнопки применяют эти способности. Так, давайте попробуем... Вот это выглядит намного лучше по картинке. Давайте попробуем на двоечку нажать, посмотреть, как оно работает. Что это такое? Очень долгая задержка. А? На картинке красивее. Ну, ладно. Так, меняем назад на наше любимое... Ну, на мое любимое оружие. Вот. Так, ну что, наверное, поехали дальше. Потом уже вторую способность этой пушки посмотрим. Сейчас пока что назад. Очень много сейчас будет сундуков жаб. Может быть, даже кислоты нам насыпят очень много для поищи парочки пушек. Было бы довольно-таки неплохо. Так же, по-моему, я не потратил усилялку этого парирования. Да. Я, скорее всего, не потратил ее. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Ну, то есть, не апнул оружие на парирование. Так. Сейчас мы как раз посмотрим такие снаряжения, важные предметы. Да, вот у меня есть мрачная жертва. Вот, кстати, еще окаменелое зимнее стекло. Это нужно применить на клинок, который здоровый мы нашли в подземке. Но где лежит вторая штучка, я уже знаю. Я уже говорил об этом в прошлом эпизоде. Поэтому, может быть, даже сегодня за ней сходим. Так. Ну, теперь осталось только правильно уклоняться от этих упырей, чтобы они на нас не прыгали. А так, в принципе, нормально показалось. Так. Здесь у нас ничего нет. Но главное идти аккуратно, не сильно спешить. Потому что я начну бежать, на меня запрыгнут сразу два. Давайте сначала зачистим локу. Так. Дружище. Не ори. Все. Все. Всех убил. Да, отлично. Теперь можно жабок пооткрывать. Обноски адепта. О, это как раз таки призыв оружия булавы. Это хорошо. Так. Это у нас что? Фигурка Хараса. И блестящая маска. Я так и не понял, что делать блестящая маска, если честно. Ну, опять же, опять же, насколько я понял, эта штука просто позволяет нам... Как это сказать? Просто позволяет нам без затраты отблесков перемещаться назад к нашей сестре Генесси. Вот. Возможно, кстати, еще есть вариант, что она отправляет нас сразу в основную локацию. Если будет именно так, то это очень здорово. Так, сейчас я попробую сразу двоих убить. Да, отлично. То, что мне нужно здесь забрать. Писание о раскаянии. Опять же, вот эти вот все писания, они, по-моему, работают на парирование на наше, если не ошибаюсь. Как-то странно я прыгнул. Очень странно. Кстати, да, яджи меня хиляет, так что... Когда эти ребята просто... Простую атаку наносят, это мне на руку. Так, теперь идем наверх. Сейчас не буду задерживаться на вот этих ребятах. Кстати... Не, не хочу. Я какой раз уже пытаюсь к жабе подойти и сыграть мелодию в разных ситуациях. До сих пор не получилось ее уговорить. Я думаю, вот сейчас ночью пойти с новой лютней, но что-то думаю, что тот же тщетность меня ждет. Поэтому не хочу. Не хочу. Тем более, это только время отнимать. Ух ты, блин! Фух, как что ты меня напугал, тварь. Я даже еще успел похиляться, хотя хотел просто в таргет взять. Вау, да что такое? Просто два подряд. Так, сейчас идем к сестре Генесси. И сохраняемся. Фух, добежали. Отлично. Ну, пока у меня никаких консервированных смолы особо-то нет. Хотя вот, 2 500 есть. На сколько там? 4 нужно, да? 1000. Извлеченный тар. Вот еще есть какая-то плюха. Давайте посмотрим, сколько он. 1300. Слушайте, это неплохо. 2 500. А, уже 4 200. Все, мы можем, в принципе, апнуть себе еще один навык. Вот этот вот. Отлично. Давайте мы его апнем. Второй шанс получаем за убийство некоторых врагов. Память о смерти. Память о смерти. Но есть только эхо с ее стороны. Я вижу ее отлайну. Я слышу ее голос, что в голове я не взял. Я не вкусил таргет в день. Она упрямляет меня, чтобы вернуться к этому длинному храму. Вот, осталась последняя у нас. 1000 тара. Давайте посмотрим, есть ли у нас 1000 тара. Ну, возможно. Да, 1000 как раз наберется. Отлично. Я могу еще апнуть. Последние. Последние 6 отзвуков, отблесков, отзвуков. Вот эта штука, да, нам дает по одной штучке. Отлично, все. Мы полностью апнули босса. Ой, босса. Оболочку. Максимально. Память о силе. Эм, сифилис. Ну, судя по описанию, примерно он и есть. Не знаю. А, пинок. А, я так понимаю. А, пока мы его не изучили, мы его использовать не можем, да? Потратив небольшую часть решимости, вы можете пнуть противника. Удачно пинок на короткое время оглушит врага. А с боссами это работает? Интересно. А, вот она нам говорит как раз, что пора уже новую оболочку поискать, потому что эту вы апнули. Окей. Может быть, может быть. Так, все, все пушки мы собрали, кстати. Все пушки, все оболочки. Так, и теперь давайте, кто бы мог подумать, что столь наивное существо преодолеет такие тяготы ради последней железы. Однако вознесение ждет меня, а не тех, кто удостоен поклонения. Давай же ее сюда. И ты удостоишься чести познать истину. Назад. Я не хочу потерять ни капли этого сокровища. О, да. Я расправлю крылья. Мое тело распускается. Точно будто он. Я будто впервые открыл глаза. Ну точно долгоносик. Ха-ха-ха. Так вот, каково это. Царствовать над чернью. Жалкие черви. Пересмыкаются перед своими богами. А ткани в жизни распадаются. Нить за нитью. Обращаюсь в бессмысленный мусор. Судьба благоволит решительным действием. Неважно, корыстным или нет. Сделай шаг вперед. И узри мое у вас снесение. Любуйся моим триумфом. Час пробил. Войти в провал. Ага. Ага. Я так понимаю, с ним драться надо будет. Блин, я так и знал, что его не просто так сюда посадили. Кстати, я мрачную жертву так и не апнул. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Че тут будет? Если честно, немножко из Бладборна Амигдалу напоминает. Или как там ее... Я сейчас не играл в Бладборн, но видел. Че-то подобное прям. Все не так. Видения обратились во тьму. Не будет вознесения. Лишь бездонная пропасть. Что становится все глубже. И тщетно взмахи моих крыльев. Вокруг простирается царство теней. Было тепло. Был свет. Но и память о них уже слабеет. Те видения были не обо мне, а о тебе. Выходит, тебе суждено покинуть это проклятое место. Почему бы ты получишь избавление? А мы так и останемся в этом поганом болоте. Что за бессмысленная несправедливость? Если мне не дозволено вознестись, ты тоже станешься здесь. Ты и все остальные. Что-то крипота какая-то. Ладно. Посмотрим, на что этот парень способен. Знаете, как цыпленок из гнезда упал. То же самое. А локация, кстати, немножко... Как в том же Бладборне. Так. Я не знаю, как я до сих пор не получил урон. Так. Я просто уклоняюсь, когда он начинает атаку. Атаки все у него долгие. Я даже не каменею. А, стоп. Все, понял. Еще грибочек бы. Да, кого-то и начались проблемы. Вот теперь он начинает атаковать. Хотя урон очень мало проходит. Честно. Так, это... Волны, думаю... Да, нас они сносить будут. Я зря это потестил. Так, все. Второй грибочек съедаем сразу, чтобы настакать все это дело. Так, ну вот обычные атаки вот очень удобные. Так, я надеюсь, надамажил. Воу! Ты кто такой? Да что? А! Меня просто душат. Кто такие? Так, съем крысу. Так, конечно, все очень круто. Кто это такие? Как они здесь заспавнились? Да что такое? Так, волну пры... Что он собирается делать? Ага. Какие-то капли с чем-то внутри красным. Странные штуки. О, он упал. Хорошо. Я вообще абсолютно не знаю, что говорить, потому что я... А, первый раз с ним сражаюсь, без понятия, что он еще может сделать. Оу. Слушайте, а учитывая то, что мы апнули себе полностью все, скажем так, полностью всю оболочку, и у нас за определенное количество убийств дается еще один-второй шанс, то, возможно, если опять будут эти темненькие парни, можно будет восстановить себя. Ух ты, много урона. Так, еще кушаем. Воу. Прям клювом. О, хорошо. Либо боссы стали простыми, либо... Действительно, неплохо прокачался. Воу. О, что? У меня камера под воду ушла. Понимаю. Воу. Так, можно немножко отойти. Зря я, наверное, хиляюсь сейчас. Но пытаюсь хиляться. Ты где? Где он? А, что это? Воронка какая-то. Ладно. Так, давайте попробуем поубивать этих ребят. А, они отлетают с одного удара. Не важно вообще, сколько у меня урона или как. Нет. Не надо. Я не хочу подходить туда близко. Сильно. Подождите, он регенится за счет них? Или мне кажется? То, что они падают. Просто не могу дотянуться. А, пожалуйста, не надо. Не затягивай. Как же он усосет. Но не, походу он... Да, он регенится за каждого. За каждого регенится. Блин. Это плохо. Я его почти добил. Но тут нужно, короче, их, я так понимаю, выносить до того, как они попадут в эту воронку. Ладно. Так, зацепил. Ну, то, что я накупил очень много крыс, меня спасает на самом-то деле. Они регенят прям люто. Так, еще крыску. Скушать. Вот если будет еще одна такая воронка, будет не очень приятно. Потому что он еще отрегенится. Нужно не дать ему этого сделать. О, он упал. Хорошо. Правда, при этом еще и надамажил. Так, отойдем. О, тихо. Ну, у него все атаки максимально читаем. Максимально предсказуемые. У него еще с задержкой. Так, все. Вот тут даже я, человек, у которого нет реакции. У которого ноль реакции. Просто способен на это все реагировать. Видя в первый раз атаку. О, хорошо упал. Так. Еще раз кидаем гвоздики. Так, проходим сквозь волны. Да что такое, я же сказал, проходим. Ау. Здесь давайте отойдем, потому что надо как-то восполнить все запас здоровья. Так, я... Мне показалось... Да, мне показалось, что там за ним как раз эти ребята. О, хорошо. Отлично. Так. Ну уже, давай, дохни, пожалуйста. Воу. Кстати, это атака с прыжком. Очень даже неплохо пробивает. Так. Применю спецприем и... Ах, да! Отлично! Фух! Ну, на самом-то деле... Этот миг не раз проходил ко мне в видениях. Увижу ли я твое вознесение? Или ты проведешь меня через порог? Однако, я не вижу того. Только темноту. Добью. Ну да, могу забрать железу. Мне интересно, его можно ударить? Вот. Ну, типа, с этим молотком, с этим... С этой оболочкой очень просто это сделать. Как по мне, из-за того, что как раз-таки у нас очень быстро накапливается наш прием. То есть, из-за того, что мы очень много ударов наносим. Ну, давайте железу. После излечения железы темного отца вы получите возможность вознестись. Вознесение станет завершением вашего пути в мире смертных. После вознесения вы вернетесь в Фолгрим в режиме новой игры с бонусами. Если вы решите отказаться от вознесения, данные вашего сохранения останутся нетронутыми. И вы сможете продолжить игру в Фолгриме. Ну, давайте мы вознесемся, перейдем в новую игру плюс и уже будем продолжать в новой игре плюс. Друзья, только уже за другую оболочку и с другим оружием. Давайте, да, вознесемся. Посмотрим на концовку этой игры. И... Нас упоковырялся. Простите за столь мерзкие комментарии. Простите за столь мерзкие комментарии. И вот она игра Mortal Shell. На самом-то деле, я думал, что она будет немножко подольше, подлиннее. Но даже так, даже так скажу, учитывая то, что над Mortal Shell работала инди-компания. Вот. При этом они пытались достигнуть тех же результатов, что и, думаю, From Software. Вот. Но, конечно, да, в некоторых моментах игра видно, что сырая, видно, что еще не доделано. Мне кажется, если бы они поработали над ней еще месяца два, они бы сделали вообще шикарнейшую игру. Вот. Но они решили немножечко раньше ее выпустить. Вроде они планировали в декабре ее сначала выпустить, потом вот в августе. Ну, это их уже решение. Ну, даже так, даже так. Игра мне безумно понравилась. Серьезно. Я буду тестить ее, ну, в плане спидранов, там, проходить без оболочек и так далее. Так что, друзья, оставайтесь со мной на канале. Будет, думаю, интересно. Надеюсь, что вам будет у меня интересно со мной. Вот. Также, ну, прохождение, по сути, не заканчивается. Будет новая игра плюс уже со всеми бонусами. То, что мы нашли. Будем, опять же, разные оружки пробовать на разных боссов, смотреть, что эффективнее, что нет. Так что посмотрим, посмотрим. И, как бы, да, всем специальное спасибо, кто написан был на экране. Игра действительно, ну, хорошая, хорошая. Не прям высокий уровень. Но довольно-таки интересная. Прикольно вот почитать все вот эти тексты. Они иногда такие криповые, но при этом довольно-таки интересно вникнуть в сюжет всего этого мира. Мы в Фолгримская башня новая. Или мы можем новую игру плюс перейти, когда... А-а-а. Все, да, мы начинаем с этого места. Нам не обязательно... Что? Это все наши предметы, я так понимаю, да? Вот. Мы не будем начинать то обучение, доходить сюда. Здесь сразу вот у нас так старт. Почему я не могу с тобой пообщаться? Сестра Генесса, подождите. А-а-а, я понял. То есть мы не можем себя улучшать, потому что мы максимально улучшены. А, хотя бы нет, вот откро... Открою. Окно у мини можно все-таки открыть. Вот оно. Но у нее... Я не знаю, это можно у нее купить. Я так понимаю. В новой игре плюс. Смотрите, изукрашена маска. Используйте этот предмет, чтобы узнать, как он действует. Кстати, да, давайте сейчас попробуем разные предметы поизвать. Посмотри, как они работают. Мортал Токен я знаю, в принципе. Ну, тут написано уже время окаменения. Изучен уже. Что не изучено? Тусклая маска тоже изучена. Самогон. Так, что делает самогон? Нас шатает, не шатает, мне интересно. Дарит тем, кто его выпьет, серьезный прилив решимости. А-а-а, ага. Ну, то есть, смотрите, мы просто восполняем себе эти показатели специальной атаки. Это неплохо на самом-то деле. Эта штука выбивает нас из тела. Вот эта штука, что дает неземной диапазон. Так, что это такое? Восстанавливает способность вернуться в оболочку после гибели. А-а-а, то есть второй шанс дает, да, я так понимаю? Это здорово, слушайте. Блин. Вот потратил ее, а их всего две было. Эх. Ну ладно. Писание Орвении, давайте посмотрим. Что у нас еще? Следующее отражение, если оно будет успешным, отравит врага. То есть парирование, я так понимаю, да? Так, колокольчик золотой. Что он дает? В течение трех минут после того, как прозвенит колокольчик, вы будете получать больше... О, тоже хорошая штука. То есть вот это... Самогон и золотой колокольчик, это просто нон-стоп можно спамить способностью. Просто изи. О, цветы. Писание еще одно. Смотрим, что это такое. Следующее после успешного отражения атака нанесет дополнительный урон. Ну, я так понимаю, писание это как раз после парирования дают бонусы какие-то все. Подожжет врага, если будет точнее. Писание об эйфории. Ну, это такой как бы свиток, аж целый. Не знаю, давайте посмотрим, что... А, тут рандомная штука, да? Я так понимаю. Следующее отражение, если оно будет удачно восстановить часть здоровья. А нет, смотрите. Ну, применилось что-то рандомное. Так, ну багет это явный отхил. Но только какой отхил? Нужно посмотреть, какой точно отхил. Так, багет, багет, багет. Этот багет восстановит небольшую меру здоровья. А, просто так восстанавливает, да? Без каких-то затрат. Ну, окей. Окей. Тогда понятно. Ладно, что ж, дорогие друзья. В общем, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Было приятно для вас вещать. Надеюсь, вам понравилось прохождение. Надеюсь, вам понравилось само видео. Не забывайте оставлять свои лайки. Писать комментарии. Она танцует? Или мне кажется? Она танцует. Это очень забавно. И очень мило. Вот. Также хочу сказать, что прохождение обычной сюжетки закончилось. Но будет прохождение еще дальше. Как я сказал до этого. Так что оставайтесь со мной, если вам нравится эта игра. Вот. На этом все. Всем спасибо. С вами был Фрикстер. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok